Трудное местоописание с библейским порталом Экзегет. Послание к Галатам Павла. И он пишет в 4 главе 17 стихе такие слова. «Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них». Здесь, конечно, на дальний перевод совершенно невразумительный. Кроме слова «ревность» ничего не понятно. Давайте я прочитаю свой перевод. «Есть те, кто испытывают к вам дурную ревность, стремятся вас оторвать от нас и склонить на свою сторону». Ну, да, понятно. Бывает, что люди ревнуют. Причем не только, допустим, юноша ревнует девушку, к другому юноше, которому эта девушка оказывает больше внимания. Но могут ревновать. Даже домашние животные ревнуют. Гладят одну собачку, другая прибегает и требует, чтобы ее гладили. Ревнуют, допустим, те, кто считает, что их начальник или их духовный руководитель гораздо меньше обращает на них внимания, чем на кого-нибудь еще. Очень хорошо понятно. Ревность, да, такое чувство. Стоп, а руководитель-то Павел пишет галатам. «Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить». Или, как я пишу, те, кто испытывают к вам дурную ревность, стремятся вас оторвать от нас и склонить на свою сторону. Так это не начальника ревнуют, а не духовного руководителя. Скорее, ревнуют паству. То есть, это ревность, которая связана с популярностью. Вот Павел пользуется у галатских общин, а Галатия целая область, там много общин. Он, очевидно, всем им пишет. Павел пользуется популярностью в Галате, и потом приходит кто-то и говорит, о, как они его любят. Он, наверное, чем-то их там подкупил, соблазнил, перетянул на свою сторону. «Я тоже так хочу». А ну, давайте все ко мне, я гораздо лучше Павла справлюсь со своими духовными обязанностями вашего руководителя. Да, это тоже хорошо понятно. Но давайте все-таки обратим внимание на это выражение «не чисто ревнует» или «дурную ревность», как я это перевел, а греческий буквально говорит «зелюсингюмас укалос» – «нехорошо ревнует». А разве можно ревновать хорошо? Но ревность вообще довольно гнусное чувство, не так ли? Мучительное для того, кто его переживает, переживающий знает, и неприятное для окружающих. И если тебя ревнуют, то тоже, в общем, ничего плохого, ничего хорошего, простите, ты не испытываешь. Но представим себе некую девушку, которая знает, что другой парень ревнует к ее возлюбленному. Но это совсем некрасиво. Так, а что, бывает чистая ревность? Бывает, ну, как чистый гнев, я не знаю, чистая зависть? Не бывает такого чувства чистого? Оно само по себе грязное, оно само по себе плохое. Но давайте чуть-чуть дальше прочитаем. Павел это объясняет. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Но, опять-таки, Наталья не очень разумителен. А я говорю, добро бы они склоняли вас к хорошим делам постоянно, а не только когда я с вами. И, смотрите, слово ревность, оно же не всегда, наверное, одно и то же обозначает. Я до сих пор его использовал в значении «я хочу, чтобы тот любил не кого-то, а меня». Не важно, кто это, красивая девушка или, допустим, паства галактических общин. Но слово ревность, есть ревность по Боге, как это называется в архаичных переводах. То есть, когда человек испытывает какое-то горячее чувство возмущения, недовольства, очень похожее на возмущение и недовольство девушкой, которая на тебя не смотрит, когда не смотрит на Бога. То есть, не то, чтобы смотрите на меня, а на него смотрите. Когда человек говорит, как же так, вот вы ведете себя подобным образом, это же оскорбляет Бога. Вы обращаетесь не к Нему, вы обращаетесь к страстям, порокам, князю мира сего, и этим вы оскорбляете Бога. Я хочу, чтобы вы принадлежали Богу. Какая разница с ревностью в первом смысле не мне, а Богу? Да, то есть, человек, по сути дела, переживает за Бога, глядя на окружающий мир. И эта ревность, она, конечно, иногда может выливаться в какие-то фанатичные довольно формы, когда человек пытается принудить других. Любой фанатизм, к сожалению, и в нынешнем мире он присутствует. Он именно так и устроен человек, если он искренний фанатик, есть притворяющийся, конечно. Если он искренний, он же делает то, что он делает, из чувства глубокого возмущения, искреннего возмущения, почему эти нечестивцы не следуют божественным заветам. Но, конечно, если не ударяться в эту фанатичную сторону, то ревность по Богу, она, в принципе, хорошая вещь. А хорошая она почему? А потому что подобная ревность, она порождает добрые поступки. Я поэтому здесь отказался от слова ревности, перевожу добро, бы они склоняли вас к хорошим делам постоянно. А так что происходит, судя по всему? Вообще, характерная такая история, да? Вот у Павла есть свои отношения с галатскими общинами. Он с ними не находится постоянно, он ведет с ними переписку, приходят какие-то люди и начинают говорить, «Так, так, так, что это Павел у вас авторитет? Давайте посмотрим, а чем он вас научил? А как это у вас? О, это все не годится. Давайте мы исправим вашу жизнь, этот Павел вас ничему хорошему не научил». То есть вот такая религиозная ревность, она же тоже маскируется под ревность о Боге. То есть не просто «я хочу, чтобы вы меня слушали вместо Павла», а «я несу вам свет истины». Вот, кстати, может быть, и вопрос про фанатизм, где он рождается, от неумеренности вот в этой ревности или от того, что в этой ревности фокус все-таки с Бога сдвигается немножко на самого человека, и он начинает говорить, «Слушайте, что я вам скажу? Потому что я вместо Бога, Бог так временно отлучился». Вот это уже модель, с которой фанатизм действительно начинается. Так вот Павел говорит, «Да ладно бы, если бы это действительно была ревность по Богу, если бы действительно они стремились вас исправлять всегда, не только когда я с вами, да? Вот пришли к вам и сказали, «Ой, как тут все плохо, давайте срочно это исправлять». Они приходят и говорят, «Ой, с вами тут Павел, и у вас все поэтому плохо, давайте тут исправлять». Вот если бы не это, говорит Павел, то «да ладно, это было бы хорошо». И дальше он говорит, «Я свой перевод прочитаю, люблю эти слова, дети мои, я снова рождаю вас в муках, чтобы образ Христова был запечатлен на вас». То есть, вот это духовное отцовство, да, которое встречается на страницах Нового Завета, особенно в посланиях Павла, конечно же, то это не такой триумфальный процесс, да, родился ребеночек, ура, ура, отца поздравили, пошли дальше жить. А это процесс постоянных родов. Павел эти общины рождает снова и снова, ну, как рожающая женщина, мучается, кричит, страдает, надеется, что это все будет не зря. И те, кто видят это, они, может быть, завидуют результату тем действительно отцовско-родительским отношениям, которые возникают у Павла с этими общинами, и хотят этот результат перетянуть на себя. Но проблема-то в том, что они не рождают их в муках, а прибегают на готовенькое. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok